Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека и сегодня мы сделаем смотренчик. Да, ребят, без камеры, потому что я записываюсь сейчас, я не у себя дома, я в гостях, вот попросился и мне дали, так сказать, записать, ибо канал без роликов совсем оставлять как-то не хочется. В любом случае, сегодня на смотренах у нас игрушка под названием The Flame in the Flood. Вы знаете, с английского это переводится как Огонь в наводнении, но как-то не очень, согласны, как-то звучит не очень. Я бы, наверное, назвал это какой-нибудь там Гори Утопая или Тонущий Огонь, как-нибудь так бы я это назвал, да? Ну, здесь имеется в виду что именно? Огонек в наводнении или Гори Утопая, да? Это имеется в виду огонек души, скорее всего, который сейчас находится в затопленном мире. Нас ожидает очень интересная игрушка, выживалочка с рандомно генерирующимся миром, смысл которой проходит в наводнении. Во время наводнения, в какой-нибудь, не знаю, может штат Массачусетс или вообще где-то поближе к Канаде, наверное. Но что-то явно американский стиль очень чувствуется. Здесь, знаете, очень классно подправлено все в стиле кантри. Итак, нас сопровождает вот эта миленькая собачка, у которой, представьте себе, собака с очками на голове, с черными солнцезащитными очками. Это шикарно, это просто потрясно. Игрушка находится еще в бетке, мы всегда играем только за одного персонажа. И как я интересно прочитал в стиме описание, к сожалению, ее повторно не смог найти, но когда я думал покупать или нет, там было интересное описание. Это Дон Старф только в утопающем мире. То есть, и действительно меня это заинтересовало. А может быть, какая-нибудь игрушка переплюнуть Дон Старф с ее уникальными фичами? И вы знаете, я так поиграл немножечко, действительно она неплохая. Есть у этой игрушки потенциал, и не маленький такой потенциал, я вам скажу. Тут есть крафт, тут есть опасные монстры, есть смена дня и ночи, голодание, жажда. Жажда, да, жажда, в Дон Старфе жажды нету. Намокание, температура, сон, тут есть практически все, ребята. И это все действительно в очень красивой обвертке. Не буду долго разглагольствовать, приятного вам всем просмотра. Сделаем посмотринчик, не знаю, насколько меня хватит, но надеюсь надолго. Всегда одно и то же начало и одна и та же начальная локация. А потом уже, так сказать, как бог подаст. Ну что ж, контину это типа, ну продолжение, продолжение наших выживаний. Все время мы начинаем вот в таком вот стиле. Наш персонаж в виде скелета, собачка. Единственный бессмертный здесь персонаж, по всей видимости, из-за которого мы не можем играть. Все время притаскивает нам, нашему женскому персонажу, рюкзак, в котором есть какие-то, видимо, по всей видимости, припасы. Вот он тащит сквозь лес, ищет себе новую хозяйку и, наконец-то, на огонь, сквозь лес он находит новую хозяйку. Естественно, одна и та же у нас персонаж практически, но просто это как бы показывается, что якобы другая. Якобы собаки не различают, да? Все время мы появляемся в одной и той же локации и все время пес нам безумно рад. В нем мы находим рацию, которая не работает, но наверняка в надежде, что она будет сообщать что-то. Присмотритесь на собаку, реально у нее какие-то очки. У нее очки на глазах. Ну ладно, это, возможно, глаза, но это очень безумно похоже на очки. Мы снова и снова оказываемся в этом месте, так сказать, да? У нас есть кампфайр, то есть огонь, который мы... Так, об котором, кстати, можем обжечься, так что надо очень аккуратно. Это вроде бы уголь, да? Надо взять уголь, но давайте возьмем уголь, нам пригодится. Уголь, я насколько понял, здесь это идеальная штука для чистки, очистки воды. Потому что здесь надо пить, ребята, и воду надо ее еще чистить, прежде чем пить. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть крафт, замечательный крафт, очистка воды у нас есть. Я еще ни разу этот каменный нож не делал, потому что здесь надо флинт. Всякие палочки, всякие штучечки. Тут есть инвентарь, видите? Всего 12 вещей мы можем с собой взять, да? Одежда, которую можем находить, это все рандомно. И карта, соответственно, в которой нам показано. Ну, и то, что влияет на наши жизни, то, что с нами случалось за этот раз. Время здесь движется все время, неважно, делаете вы что-то, не делаете, в меню вы зашли, не зашли. Время движется все время. Во время, когда вы находитесь на самой локации, время движется не особо быстро. Но когда вы... Ну, это здесь нам рассказывается про рюкзачок. Но когда вы двигаетесь по воде, вы это увидите чуть позже, у вас время движется с молниеносной скоростью, с нереально большой скоростью. Так, собираем камыш. Камыш пригодится, с него можно и веревочки, и палочки. А вот наш рандомный лут, все время он здесь, в одном и том же месте. Вот, нам, видите, флинт попался. Ну, насколько я понял, я трижды играл уже в лицензию, перед этим играл в демку. И все время нам здесь попадается в лицензии банка с джемом. Банка с джемом нужна зачем? Банка с джемом там замечательный вид, так сказать, владицы, которую нужно попить. Но у нас есть, видите, банка с водой уже изначально, да? И давайте вот это съедим, освободим банку, я так понимаю, и наберем баночку воды. Давайте зайдем. А, мы не съедим банку, мы, получается, набираем воды, вот. А ну? Use. Вот, сейчас наберем. Когда мы находимся в какой-то лужице, мы набираем воду. Видите, вода стала грязной. Теперь идем в костру. Скорее идем в костру. И здесь дело... Ну, тут у нас оповещение, что, видите, вот такие волки стрели, наверное, от Тимбёртовского. Если бы Тимбёртон написал когда-нибудь красную шапочку. Мне кажется, вот такие вот как раз были волки у него были. Ну, что-то такое прикольное. Здесь есть волки из врагов, здесь есть кабаны, ребята. Сражаться с ними я не смог никак. Наверное, какой-то хотя бы ножик надо. Единственное, что может делать наш персонаж, это вот на пробел она так отпугивает воронов. Это все, что она может. К сожалению. Так, давайте сид. Можно спать возле костров, но при даче мне надо их разжечь, как говорится. Так, делаем чистую воду. У нас фильтр есть. Так, воду тут сделали. Можем сделать палку. Видите, давайте две палки сделаем и две ветки. Чтоб у нас эти вещи не, так сказать, занимали. Ой, две палки и... О, смотрите, мы можем флин сделать, да? Ножик, наконец-то. Вот я никогда не делал ножик на самом-то деле. Шикарно. У нас есть теперь ножик. Давайте сделаем... Вот это. Что мы еще можем сделать? У нас есть ножик. И... Хорошо. У нас две воды есть. Это очень хорошо. Так, я ливну. Уходим. Реально у него как очки у этой собаки? Ну что ж, время пришло, ребят, вам показать, как на самом деле выглядит плавание наше, да? Наши путешествия по данному штату. Тут у нас различные вещи, которые нам просто-напросто объясняют, что мы будем плавать вот на таком самодельном. У нас есть на самодельном плоте, у нас есть у плота, так сказать, сила. Ну это больше стамина наша, сила. И жизнь. Ну что ж, вот сам плот, давайте ливнем, не будем задерживаться. Это всего лишь бетка, но довольно прикольная бетка, мне нравится, что они уже делают с игрой. Игра действительно уже играбельна, и я действительно безумно рад в нее поиграть, мне она нравится. И музычка такая, очень-очень забористая, классная музычка. С помощью пробела мы можем увеличивать скорость нашего плота, но это опасно, потому что пока, допустим, течение не сильное, но попозже, кстати, можно по пути, когда мы плывем, собирать какие-то вещи. Это редко попадается, но тем не менее может попасться. У нас тут страшные места, в которые лучше не попадать. Но на самом деле, мест, куда мы можем, так сказать, пришвартоваться, очень мало. И они отключаются заранее, видите, смена дня и ночи прошла, соответственно, у нас потихонечку началась тратиться водичка. А это течение, на котором мы начнем двигаться с увеличенной скоростью. Вот, собственно, когда мы переходим в режим вот такого течения, тут карта начинает рандомно меняться. Никогда вы одну и ту же карту проплывать не будете. Хотя она показана, якобы, одна и та же, места, в которые вы, так сказать, сможете пришвартоваться, всегда разные. Рандомно генерирующие. Вот, видите, мы так плавненько перешли с течения обратно на такой слабенький, так, тихо-тихо, слабенький поток. У меня, я переживаю, что... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А вот, видите, уже лес есть. Лесу опасно, особенно ночью. Если мы успеем до дня доплыть, во время дня доплыть до леса, то это будет очень замечательно. Ежели нет... Успеем, 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 успеем. Я хочу сюда. Давай, 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 оп, есть. Мы пришвартовались к лесу. Днем в лесу не особо опасно, опасно ночью. Почему? Ночью в лесу есть хищники, такие, как волки, такие, как кабаны. А днем тут бегают зайчики, и все довольно приятно и прикольно. Вот тут можно полутаться. Вот, и облутать машины старые. Ну, один раз, когда я вот такой лутал, мне было пусто. Нет, смотрите, болты здесь и гаечки, да? Не, болты больше, скорее всего, без гаечек просто. Так, больше здесь лутать-то нечего, что ли? Что-то как-то обидно. Но, если нам попадется волчарик, я бы, знаете, не очень хотел бы с ним встречаться, ибо этот враг опасный. Так, аккуратненько сейчас надо продвигаться. Да-да-да, я соберу. Так, это что? Так, что, волка нету? А чё-чё такое? Я чё-то ожидал, что волка встретим. Тут у нас какая-то хижина, в которой никого нету, и мы ничего здесь не нашли. То есть, мы сюда ради болтов только пришли. Такой, знаете, рандомно генерирующий зеомир, который показывает, что действительно, если тебе повезет, то тебе повезет. Если, так сказать, катка будет удачная, то тебе повезет. Нет, так ты вот умрёшь смертью храбрых попросту. Но, у нас уже, смотрите, еда уже, так сказать, на подходе. И вода не очень. Смысл выпить воду есть? Наверное, нет. Ещё оставлю. А у нас так есть нечего, да? Так что... Ну, вот есть только камыш. Но я не буду, пока есть камыш. Можно? Можно и отправиться? Блин, иногда он и не работает. Всё-таки ещё бетка, видите, как ни крути. Потому иногда некоторые вещи просто не срабатывают. Так. Давай-давай. Мне в лагере надо. 175 метров до лагеря. 150. Давай-давай. А вот лагерь, он тут близенько. Это очень хорошо. Это даже очень круто, что нам так повезло. Лагерь это хорошо. Причём мы туда приплывём днём. Это ещё лучше. Меньше опасности. Но днём есть опасность. Это кабаны, ребят. Днём кабаны могут вас насечь. Даже во время лагеря. Вадим, у нас в таком месте. У меня уже один кабанчик. А, не, смотрите, тут даже разожжён. Open. Тут даже можно будет пролутаться, да? Так, давай полутаем. Тут мы нашли верёвку. Причём верёвку... Ну, леску, грубо говоря, наверное, да? Fish and line. Это больше леска, скорее всего. Флинт и старая доска, наверное. Прикольно. Неплохо. Что ты там ещё нашёл? Что-то? О, круто. Ты палочки нашёл. Так, возле костра мы можем, кстати, давайте... О, и тут ещё, ё-моё. Сколько лута. Мне сегодня везёт и везёт. Ещё. И еда, кстати. Кстати, еда. Так. Переносимся сюда. Выпиваем, наверное, вот сюда. Двигаем баночки. Одну выпиваем. Так, водится у нас фулочка. Шикарно. И забираем личинки. Личинки, как-то крути, ребят. Это еда. Да. Отсюда уголёк надо будет забрать. Возле костра действительно очень круто всегда сидеть. Смотрите, мы даже можем себе ловушку для кролей сделать. Вот это круто. Это очень хорошо. Трап бокс. И, ну, это трап бокс вот этот, скорее всего, да? Давай-ка. А он что, я каменный ножик совсем-совсем использую? Что, ещё один могу сделать? А, у меня типа есть уже, да? Нельзя. А, ну. А, то есть у нас, возможно, места нету, да? Я не хотел ливать, блин. Так, мы посидели возле костра. Это замечательно. Палочки, веточки. Что это такое? Ух ты, тут болтик, смотрите. Можно каменный... Да, каменный молот. Ага. И мы тогда можем, наверное... Это что? Это нашивки, наверное, какие-нибудь металлические, да? Это круто. Но каменный молот, как его вообще сделает-то каменный молот? Ага, смотрите, у нас тряпочки не хватает. Какой-то грязной тряпочки. Ну что ж, давайте прогуляемся ещё по этой местности. Возможно, мы что-то ещё найдём. Слушайте, прикольно. Нам бы поесть. Наверное, придётся эти личинки топтать. Не особо хотелось бы, но, по сути, тут ничего. Так, вечер. Ребята, вечер пришёл. А что это такое? У меня типа места... А, у меня места нет. Давайте следим личиночки. Давайте следим хотя бы личиночки. 75 и 89. Очень хорошо. Так, это что? Я хочу это забрать. Я хочу посмотреть, что это такое вообще. Это обдуванчики, ребят. Это обдуванчики. Это круто. Я могу ещё обдуванчиков насобирать. Так, у нас обдуванчики. С этих обдуванчиков что-то делать можно? Во всей видимости нет. Их так просто топтать можно, да? Тут у нас алоэ. О, алоэ нужно. Алоэ я помню. Это нам действительно пригодится. Давайте я съем обдуванчики. Ой, я хотел съесть обдуванчики вообще-то. Алоэ пригодится. Ну что ж, у нас... О, ещё. Ещё обдуванчики, да? Алоэ, это круто. Давай ещё одну съедим. До 100%-то. Догоним. Что там? Ещё обдуванчики. Шикарно. Я не знаю, что можно с обдуванчиками-то делать, но... То, что они у нас есть, это уже здорово. Так, очень-очень классный лагерь. Мы можем поспать здесь до утра. Спокойно, непринуждённо поспать до утра. Так, это сейчас вечер. Если мы поспим 8 часов, то мы восстановимся на 100%. Но потеряем 20 еды, 15 еды. Ну ладно, спим. Зато мы как бы 100% отдохнём и будем, так сказать, в силах. Да? Так, сохранение у нас произошло. Не так-то много мы потратили, но тем не менее мы потратились, да? Во-первых, поедим хорошенько. Съедим все обдуванчики. А вот вода 68, это печально. Походу, придётся мне выпить вот эту воду. Дело в том, что во время того, когда мы плывём, мы не можем юзать ничего. По подобию... Кстати, у нас почти шею ночь прошла. А тут никаких луж не было. Чтоб набрать воду. Слушай, тут никаких действительно луж не было. А у меня такой вопрос. А возле пирса мы можем вообще возле пирса набрать воды? Вот я такой не проверял. Но, ребят, давайте-ка проверим. Когда мы стоим на пирсе. Время здесь тоже не идёт. Юз. О, шикарно! На пирсе мы можем воду набирать. Это же просто потрясно, ребята. Это же просто очешуененько. А я знаете, что сделаю? Я сейчас просто очень хитро и халявно сделаю. Раз у нас есть костёр, сейчас я вот эту водицу выпью. И наберу новой. И у нас две будет бутылки с водой. Хе-хе-хе. Это круто. Это хитро. И юзабельно. Сейчас мы наделаем себе две бутылочки воды. Сид сначала. Надо будет забрать уголёк. Я не знаю, пригодится, что он, наверное, да? Креейт. И креейт. Очень здорово. Ливнуть. У нас две бутылки воды. Почти же мы полностью сыты. Так. И возьмём уголёк. Больше же нельзя взять ничего? Да, больше ничего нельзя взять. А когда мы плывём, у нас есть опасность того, чтобы мы куда-нибудь врежемся. При врезании это чревато тем, что, во-первых, мы можем просто упасть в воду и намокнуть. А намокание это замерзание. Тут есть даже можно умереть от гипертонии. Не, не гипертонии. Ну, переохлаждение. Гипертония же, да? Плюс ещё можно так упасть, что и ноги там поломать и так далее. То есть, это всё чревато. Смотрите, течения практически нету. И у нас есть шанс доплыть до вот этого места. Шансов нету. Ладно. Ладно, ладно. Ладно. Плывём тогда отсюда. Ну, не получается. Назад плыть очень тяжело. У нас не хватает сил. Знаете, это всё время путь в одну сторону. У нас нету возможности обратно вернуться. Мы всё время плывём по, так сказать, затопленным территориям. О, ночь пришла. А, это не ночь пришла. Смотрите, день и молния. Вот когда начинается такая молния, даже днём опасно на безопасных территориях. То есть, даже возле лагеря может спокойно появиться какой-нибудь... О, кстати, вот... Тихо. Вот, лутай, лутай. Я что-то поймал. А, сейчас врежемся. Лутаем, лутаем. Я нашёл что-то. Я нашёл виноград и что-то, да. Вот ещё. Вот. Пилс. О, пилс. Смотрите, мы прокмокли. Промокание лечится очень просто. Промокание лечится возле костра. Тушится. Ну, так сказать, сушится. Сушимся, да? Но проблема в том, что костры во время дождя не горят. То есть, это такая палка о двух концах. Так, я к лагерю больше хочу. Я не знаю, я не врезался вот в эти кучки с деревьев, но, скорее всего, это чревато. Так, приплыли. Очень опасно даже сейчас опасно в таких безопасных зонах. Тут может быть волк. Тут может быть кто угодно. Тем более, сейчас ничего тут гореть не будет у нас. Так. Так, вот там ворона. Это опасная ворона. Могу ли я вот сюда? Вот сюда. Так, поели чуть-чуть. Собираем. Так, а вороны эти не очень хороши, потому что они все время как-нибудь на нас орут, вызывая. Так, вот, хорошо. О, кстати, мы поспать до утра можем. Так, короче, утром. Слип. Восемь часов, я думаю, достаточно будет. Так. Нормально? Нормально, ребята. Живем как могем. Пришло утро. Не, это ночь. Ночь. Но перестал дождь лить. Шикарно. Так, мы разожгли костер. Но, как бы, он нам особо не нужен. Но, тем не менее, мы его разожгли по той простой причине, что можем. Мы можем себе сделать бутсы. Бутсы у нас есть? У нас есть бутсы. А как мне посмотреть, хорошие они или нет? А эти какие? И что мы еще можем сделать? О, можем нормальный ножик сделать. Нифига. С металлолома, типа. Ну и костер для этого нужен. Ну что ж, раз мы можем бутсы сделать. А давайте сделаем. Мы же можем. Давайте сделаем. А, получается, мы их улучшим, да? Мы их с камышами. То есть, возможно, воды непрометаемые какие-то сделаем, да? Круто. Круто. Делаем. Улучшили. И таблетки. Таблетки делается, так сказать, пенициллин делается из грибов. Из обычных грибов, которые растут на деревьях, да? Таких вот этих. И с помощью костра, конечно же. Кстати, мы тут можем что это сделать? Чай? Ух ты. Ромашковый чай можно было бы сделать. Блин, а я всю ромашку-то поел. Это забавно. Интересно, а что? Что делает ромашковый чай-то? А, он чуть-чуть еды, наверное, добавляет, да? Больше. А, от пищевого отравления он избавляет. Нифига себе. От симптомов пищевого отравления. Тут вообще надо еще отравиться. Я надеюсь, я не отравился там чем-нибудь. Чем бы то ни было. Так, съедим вот это. Я не отравлюсь этим. Нет, что вы. Почему не стакается? Вот, непонятно. Почему не стакается? Ладно, ливнем. Пойдем, пооблутаем это место. Потому что оно я... Так, пожалуйста, только не обожгись. Так, возьмем еще уголька. О, какие-то... Гэсбомб. Еще йока. О, йока, это, кстати, напиток можно же сделать, да? Сумек какой-то. Или самек. Так, а почему я не обутый-то? Эквип. Конечно же, эквип. Вот, обутый. Шикарно. А то у меня места тут, смотрите, нету. Йока. Есть смысл, наверное... Сюда перетаскивать некоторые вещи. Ой. Куда я? Да не-не-не. Не-не. Нет-не-нет-нет. Ладно, билдаем уже. Могу ли я забрать обратно эту? Шикарно, я ее забрал. Ну, по крайней мере, мы знаем, как она теперь работает. Это что? Йока. Йокумы. Мув. Мув. И мув. И алоэ мув. Шикарно. Что ты там гавкаешь мне? А, ты тут еще что-то нашел. Камыш нашел. Ну, молодечек, молодечек. Собака такая у нас, знаете, собака-помагака. Ну, пошла вон отсюда. Ну, пошла вон отсюда. Час ночь, почти что утро. Так, это у нас выход. А мы выпили одну бутылку? Да, мы одну бутылку выпили. Есть смысл набрать. Есть смысл набрать. Грязная водица. Шикарно. Надо будет прокипятить ее потом. И у нас утречка пришло. Сейчас облутаем эту местность до конца. Или я тут все уже облутал? Я тут, походу, все уже облутал, да? Нормально. Тогда прокипятим водицу. А, я дома еще не облутал, да? Водицу сейчас прокипятим. И отправимся плыть дальше. Интересно, что же у нас тут такого будет-то. Так, ты... Вот. Я, блин, я не то сделал. А-а-а! Я выпил грязной воды. У меня отравление пищевое. Твою маковку. Видите, я сразу так начал хромать. Мне плохо. Диарея. Газы. Блин. Так, вот здесь же можно набрать воды, по идее. Я же не то сделал. Вот сакура. Я перепутал, ребят. Мне его в крафте надо было сделать, а я юзанул. Я думал, он сейчас юз, типа, твою маковку. Что мне теперь делать? Пищевое отравление, наверное, с пищевым отравлением мы быстрее голодаем, скорее всего, да? Или было бы здорово, если бы, наоборот, не голодали. С пищевым отравлением. Ну, типа, если не хочется, когда тебя отравили. Опа. А у нас нет фильтра. Да. Мы использовали весь фильтр. Ладно. Это печально. Вот это уже грустно. Так, нам нехорошо, ребят. Лутаем доски. Ну, а что поделать? Ромашковый чай сейчас бы пригодился. Но, видите, я поел всю ромашку. Будем знать? Будем знать. Никогда просто не встречал до этого ромашки. Теперь буду знать, что если ромашку нашел, то все будет хорошо. Проблема в том, что действительно ты... Все у тебя рандомно находится. Ты не можешь быть уверен, что ты найдешь вообще. Не найдешь ты что-нибудь там. Не найдешь. Это так все прискорбно, что, знаете, это очень грустно. Так, церковь. Церковь это пристанище. Возле церкви что можно найти обычно? Я не знаю. Ну, тоже какие-нибудь припасики наверняка можно найти. Но можно также найти приключения на свою пятую точку. Так, нам уже нехорошо. Могу ли я ее зануть и зажечь? Опа. Смотри, что мы можем... О! Фрем. А, у меня нету места. Понятно. Так... О, пустая бутылка. Так у нас все... А, давай водицу выпьем. Так, башмаки. Вот, это понятно. Все сделали, да? Так, еще одно место у нас в рюкзачке осталось. Можно полутаться. Так, что это у нас тут такое? Обдуванчики, да? О, шикарно. Мы обдуванчики, кажется, нашли. Да-да-да-да-да-да-да. О, здорово. Блин, а нельзя... Ну, если я опять выпью, блин, печально, бля, да? Сколько? Два. А, еще и чистая вода нужна. Бляха, муха. Ладно, все обдуванчики сейчас соберем. Там он... Подожди. С тем подожди. Это вонючая вот эта бомба. Точно только с чистой водой? Пожалуйста. Не надо. Пожалуйста. Давай не с чистой водой, зараза. У меня фильтра нету для чистой воды. А я уже выпил. Надо было вот это уже до конца допить, да и не париться. Ой, потемнело. А вот потемнело, это печалька, ребята. Потому что сейчас может какой-нибудь вражина-то вылезти. Или если кто-то на этой локации спал, а я этого не заметил, то... Минус пять. Ладно, спать не будем. Что тут еще есть? У меня места нет уже. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть... Мы это совсем выкинули, да? Блин, намокание пошло. Странные растения какие-то мы стали подбирать. Так, подожди, я что-то тут нашел или мне показали? А, это я на эту штуку навел. Так, церквушка, ребят. Тут можно поспать возле церквушки. А также тут есть у нас гробы, могилы. Шикарно. Шикарно. Опа, алкоголь. И тряпочку мы нашли. Вот, это круто. Это круто, потому что там с тряпочки у нас делается, кажется, если не ошибаюсь, наш молот. Да, у нас все есть, только вот не хватало тряпочки. Ну что ж, давайте сделаем молот. Давайте вот это съедим. Так, теперь делаем молот. А, подожди, подожди, фотофильтр. Не, фотофильтр, господи, фотофильтр, говорю. Твою маковку. Зачем я это сделал? Зачем я тебе сделал, чувак? Если я мог это тебе не делать-то. А зачем я вообще сделал? Для чего? Для кого? Для тебя? У нас досок нет. Идиот. Во-во. Не то сделал. Так, ну у нас намокание. Дай мне тряпочку, пожалуйста. Я тебя умоляю. Дай тряпочку. Тряпочка! Да! Да! Мы можем бандаж сделать. Какой нафиг бандаж? Вот что нам нужно на самом деле. А еще нам нужна вода. А еще нам нужен ромашковый чай. Почему? Ну? А-а-а. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Еще и пить мы хотим, блин. Подожди. Я что-то не понял. А где наша бутылка? А где бутылка-то делась? Я что-то сейчас не понял. О! Факел можем сделать. Нифига. Бандажик можем сделать. Не, подожди. Я что-то не понял. А где наша вторая бутылка? Что-то сделать. Где мой ромашковый чай? Да ё-моё. Да ё-моё. Я что вы... Капец. Я случайно его выбросил. Я теперь подобрать его не могу, да? Я шикарен. Я потрясен. Я невероятен. Я пить хочу. Я две банки гребаные выкинул. Твою макавели. Неужели я вас не умру? Так. Мы проспали всю ночь. Но мы наверняка очень хотим пить. Видите? Наш персонаж аж упал. Аж упал. Мне ничего не остаётся, как дринкнуть вот это. Возможно, это его спасёт от жажды. Нет. Он просто пьян. Наш персонаж ползает, ребят. И не от того, что он пьян, а от того, что он просто хочет ужасно пить. Да? То есть, как это, знаете, иронично умереть возле кладбища. Как это грустно, на самом-то деле. Но наш персонаж просто умирает от жажды. От отравления. Я пытался его спросить. Я что-то так и не понял, куда делась моя банка с чаем. Что-то я вот это реально не понял. Но наш персонаж умирает от dehydration. Это, наверное, по всей видимости имеется в виду, что от жажды. Да? Вот наш персонаж. Именно так он умирает возле церквушки. The flame in the flood. Тонущий огонёк, скажем так. Вот тонущий огонёк. Неплохое название, как по мне, для игрушки. Нам пишут, вот от чего мы умерли. От жажды, грубо говоря, ребят. Ну что ж, всякое бывает. Я надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Если вам понравилась, то, конечно же, ставьте лайки. Будем делать, мне кажется, прохождение данной игрушки. Я не знаю, насколько меня хватит. И, наверное, ролики все мои будут такими забегами подобия Эльзыка в этой игрушке. Но, действительно, она прикольная. Мне нравится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем удачи, до скорого. И пока. А, и забыл, кстати, вот здесь показывается карта. Сколько? Всегда одно и то же вот начало, где-то примерно отсюда. А дальше идет у нас такое рандомное. Вот мы посетили, получается, лесок. Потом вот лагерь. Здесь мы получили отравление. И доплыли до церквушки, собственно говоря, где и немножечко умерли. Я прожил три дня. Проплыл 2,2 мили. Мой рекорд 3,5 мили. То есть я дальше заплывал был. Я уже тренировался, так сказать, учил игру. В любом случае, давайте учить игру вместе. Надеюсь, вам понравилось. Если что-то вы знаете больше меня, конечно же, подсказывайте. Жду любые ваши советы. Всем пока.